Парламентская Ассамблея Совета Европы призывает признать депортацию России и украинских детей геноцидом. Соответствующую резолюцию приняли во время сегодняшнего заседания. И более подробно об итогах работы зимней сессии Парламентской Ассамблеи Совета Европы узнаем у нашего корреспондента Олега Борисова. Он прямо сразу на прямой связи с нами из Страсбурга. Олег, приветствую тебя. Расскажи, довольны ли результатом голосования украинские делегаты сегодня. Ксения, очень рад приветствовать и вас, и наших зрителей. Вот она, эта резолюция, о которой сегодня весь мир, и я без привлечения скажу, весь мир говорит. Резолюция имеет название Situation of the Children of Ukraine. Ее подписали 85 делегатов за, ноль, просто промолчали. Все полноценно, 100% зала проголосовали за. Почему это хорошо для Украины? Потому что это очень важный месседж, и эта резолюция, она открывает, запускает механизмы возвращения украинских детей. Но я вам скажу, Ксения, что довольно-таки не очень просто шло голосование. Нужно было объяснять европейским партнерам, почему депортация украинских детей Российской Федерации – это военное преступление. Это депортация, в принципе, нужно было объяснять на примерах. И очень хороший пример сделала Елена Зеленская, первая леди Украины. Она выступила перед делегатами перед началом сессии и привела в пример, вместо множества слов, привела в пример просто одну из историй одного парня, которой она поделилась перед делегатами. Давайте услышим эту историю очень коротко. Мальчик-сирота жил в Мариуполе. Вместе с другими воспитанниками своего детского дома он собственными глазами видел уничтожение города и его жителей. Затем перенес депортацию в Россию, и там, на чужбине, ему исполнялось 18 лет. Ему уже должна была прийти повестка в российскую армию. Цинизм высшей степени похитить ребенка, уничтожить его город, а затем гнать в рядах захватчиков. Конечно же, еще очень стоит отметить и акцентировать на том, что, в принципе, эта резолюция, она имела в драфте, я напомню, в драфте, в черновике она имела 18 пунктов. Сейчас же говорят, что уже после голосований по поправкам, после обсуждений этих пунктов может быть намного больше. И также очень важным пунктом является то, что, в принципе, еще раз утверждается на международном уровне, в данном случае в парламентской ассамблее Совета Европы, утверждается то, что, в принципе, военные преступления все идут от Путина. Давайте услышим, как эту тему прокомментировал член украинской делегации парламентской ассамблеи Совета Европы Алексей Гончаренко. И отдельно там подчеркнута значимость международного ордера на арест Путина, ну и Львова и Беловой, их так называемые уполномоченные по правам детей. Это тоже очень важный пункт, который напоминает всем, что Путин это военный преступник. И на самом деле, опять же, повторю, что очень много работы здесь проводится, кроме того, что голосуют за поправки, здесь в кулуарах очень много разговоров, очень много рассказов о том, и международным партнерам в том числе, насколько страшна эта война. Страшна не только лишь в ракетных атаках, воздушных тревогах и постоянной опасности, страшна действиями Российской Федерации, особенно на временно оккупированных территориях. Здесь также, в свою очередь, проводятся мероприятия, проводятся разговоры, рассказы. Мария Мезницова рассказывала о том, что напрямую с немецкими партнерами общается и говорит, нам нужны Таурусы, потому что раз, два и три, объясняя факты. Нам нужна система ПВО, потому что раз, два и три. И вот Елена Хоменко, вице-президент парламентской ассамблеи Совета Европы, подчеркнув второй человек в этой институции, украинка, и она также рассказала о том, что лично общается и с президентом ПАСЕ, и лично общается со всеми делегатами, рассказывая о зверствах Российской Федерации. Услышим ее прямую речь. Здесь, в ассамблее, мы проводим различные мероприятия для того, чтобы говорить нашим партнерам, членам ассамблеи, это парламентарии, представители 46 стран, о проблемах, с которыми сталкиваются наши дети. В России депортировано 19 546 детей, это те дети, это то количество детей, о котором мы можем говорить, о котором мы зарегистрировали эти кейсы, но мы знаем, что эта цифра может быть намного, намного больше. Ну и на завершение также скажу, что сейчас продолжается работа, кстати, вот до сих пор, вот только-только закончилась трансляция уже сессии в ПАСЕ, и сейчас уже происходят наработки и на комитеты. Это и санкционная политика, это также и военная поддержка Украины, и восстановление Украины. Это уже, кстати, главная тема, мне таким инсайдом поделились со мной, это главная тема следующей сессии, весенней сессии ПАСЕ, это восстановление Украины и передача замороженных активов Российской Федерации на восстановление Украины. Но об этом всем, конечно же, позже в эфире Freedom, обязательно наши зрители узнают первыми. Олег, спасибо за информацию, спасибо за проделанную работу, будем следить и далее за происходящим в Страсбурге. Напомню, на прямой связи был наш корреспондент в Страсбурге, во Франции, Олег Борисов.